Здравствуйте! Решим задачу на летальные гены. Задача 1. У кур, крупного рогатого скота, овец и свиней обнаружен летальный ген, это СН, вызывающий скривление шеи и целый комплекс патологических нарушений появления уродства. У крупного рогатого скота, овец и свиней эмбрионы погибают к концу утробного развития, а у кур в конце инкубации. Ген, вот этот вот, ССН, стопроцентно летален. У гетерозигот никаких патологических изменений не наблюдается. Какие генотипы ожидаются при спаривании гетерозиготных кур и петухов между собой? Какую часть будут составлять в F2 уродливые карлики? Так, ну, для решения задач нам необходимо взять чистый лист бумаги и записать. Первое, что мы запишем, это решение. Ну, давайте. Решение. И по условию задачи, что нам дано? Нам дано вот этот ген, значит, ЧН, и ген ЧН. Так, ну, давайте, что он мне обозначает. Так, я проиндексирую, давайте, сразу. Здесь маленькие все. Так. И запишем, значит. Нормальное развивание. Короче, получается, что это искривление шеи, это патологические нарушения всяких, появление уродства. Ну, короче говоря, ген нормального, ген, это ген нормального, нормального, развития организма. Развитие эмбриона. Ген нормального развития эмбриона. Эмбриона. Так. А вот этот вот рецессивный ген, это мутация. Это ген уродливости. Или ген карликовой уродливости. Или летальный ген. Давайте так. Летальный, летальный, летальный ген. Летальный ген. Так. Эмбрион. Эмбрион. Погибает. 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 Понятно, да? Вот так вот. Примерно так мы записали. Так, теперь по условию задачи у нас дано, что у кур и у петуха, у них, они являются гетерозиготами. Ну, давайте составим схему. Схема скрещивания. Схема скрещивания. Так, записали. Первая строка, ребята, всегда пишется, вот это вот родительские особи указывается. Ну, эмбрион гетерозиготный, вот он у нас. Ну, давайте. Я его-то сфотографирую, или, как говорят, скопирую. Вот. Так. Ну, и дальше знак скрещивания ставится. Вот знак скрещивания. И следующая особь. Вообще-то, так как обе особи гетерозиготны, то здесь не нужно указывать половую принадлежность. Так, следующая строка, вторая. Это гаметы. Ой, это гаметы. Значит так. Гетерозиготы образуют два типа гаметы. Ну, давайте. Это будет С большая. Ой. С большая N. И С N. Ну, и здесь тоже будет С большая N. И С N. Ну, а нам только останется проиндексировать. Так, чтобы было понятно. Так вот. Так. Третья строчка. Это пишется F1. F1. И чтобы вы знали, это знаете что? Это генотипы. Генотипы. Вот так приняли. Мы так и будем следовать. Ну, и тут получается, что вот это вот, допустим, вот это вот. С этой. Один. Одна комбинация. Это же с этой будет вторая комбинация. И когда С N маленькая, тоже будут две комбинации. Значит, у нас получится тогда, можно здесь таблицу и не составлять, таблицу, это решетку-пинет, а вот просто вот так вот раз. И вот это значит. Два больших будет. С N. С N. С N и C N. Так. Так как четыре комбинации, значит, это будет 25% каждая. Ну, 4, значит, 100 на 4 будет 25. Понятно, да? Так. Дальше. Значит, это же вот большая C N и уже малая C N. Значит, у нас получается C N и C N. Тоже 25%. Вот. Ну, и теперь вот это вот. Вот это вот с этой вот. С N. У нас уже есть C N большая. C N, значит, тогда у нас их будет тут как бы две, да? А здесь один вариант. Тогда я тут вот уже 50% пишу. Понятно, да? Ну, и вот C N, C маленькая и C маленькая. Значит, у нас будет 25%. Общее число должно быть 100%. Так, давайте я проиндексирую, чтобы было все понятно. Так, более наглядно. А тут не поймешь, запутаться можно. Конечно, обозначение какое-то некорректное. Это C и N они как-то сливаются. Так, ладно. Считаем. Следующее, что нам нужно сделать, это обязательно нужно посчитать количество генотипов. Сколько здесь? Здесь же это одна. И здесь тоже одна. Сколько здесь генотипов? Один тип, дальше второй тип и третий тип. Значит, наблюдается, 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 правильно, три типа, три типа генотипа. Так, дальше пишется расщепление. Расщепление по генотипу. Расщепление по генотипу. Всегда в прочерк ставится. И начинаем. Какое у нас тут? 25 относится к 50, относится к 25. Ну, как один, вот у нас уже записано два и один. Давайте запишем один, относится к два, относится к одному. О! И следующая строка, ребята, пишется фенотип. В единственном числе всегда. Фенотип. Фенотип. И начинаем писать. Вот этот вот. 25 процентов, да? Вот этот вот, 50 процентов. Ну, я, так как я в Word работаю, то я просто вот фотографирую. Так, как говорят, копирую. Так, и выстраиваю столбик. Очень удобно. Уже никогда я не сделаю ошибку, не запутаюсь. Вот. Ну, а теперь начинаем писать. Здесь. Что у нас это? Нормальное развитие организма. То есть, нормальное развитие эмбриона. Нормальное. Даже нормальное развитие организма. Нормальное развитие. Развитие организма. Организма. Так. У гетерозиготы тоже будет нормальное развитие организма. У нас указано, что ген 100% летален, но у гетерозигот никаких патологических изменений не наблюдается. Так, это будет 50%, а здесь что? Ну, как бы, тут у нас по условию, вот тут эмбрион, у нас по условию указано, какую часть будут составлять их два уродливые карлики. Уродливые эмбрионы, я бы сказал, потому что они будут иметь такое маленькое недоразвитие какое-то, уродливое. Конечно, ну, давайте запишем, уродливые карлики, как тут по условию задачи дано. Так, уродливые карлики. Уродливые карлики. Ну, я бы так написал. Когда они погибают, смотрите, написано. Так, это погибает к концу утробного развития. Эмбрион, просто напишем, давайте так, эмбрион, эмбрион погибает, погибает, погибает. Сделаем вывод, значит, вот это вот, смотрите, 25% и 50%, вот это будет, 75% будет нормальный, да? Так, значит, у нас получается, да, наблюдается у нас, наблюдается, сколько у нас фенотипов наблюдается? Наблюдает. Давайте так, наблюдаемый. Вот я вот рекомендую всегда писать вот это вот, когда вот такая вот путаница идет, там, или уродливый, там, и так далее, там, или много очень разных фенотипов, то пишется так, наблюдаемый фенотип. Это я рекомендую, фенотип. То есть, дополнительно вот к этому. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем нормальное развитие организма. То есть, здоровый, или как можно записать? Здоровый организм. Или здоровый, да, вот, давай запишем так. Здоровый организм. Организм. Сколько процентов? 25 и 50. Сколько будет? 70. 75 вроде бы. А на самом деле 100%. А почему 100%? А почему 100%? Как вы считаете? А потому что вот эти вот вообще не рождаются. Понимаете? И когда проводили эксперименты, скрещивали вот этих вот гетерозиготных особей друг с другом, да, вот почему-то никогда не появлялись, все всегда были все одинаковы. Такого же не может быть. Ну, а потом обнаружилось, что оказывается, были экспериментально. Конечно, это были обнаружены, у кур это очень просто, и это болтуны были обнаружены, то есть это эмбрион, который не развился. Там были обнаружены такие карликовые, уродливые, скребленные различные, вот эти вот недоразвитые цыплята. Ну, и у животных, у свиней, у крупнорогатых скота, было, значит, отел или окот шел с этим, с уродливые телята рождались, там, поросята, такие вот, ну, выкидыши, да, называют их. Значит, здоровый организм, они точно наблюдаются. Что у нас наблюдаются? Наблюдаются единообразие, единообразие, образие, потомство. Все потомство здоровое. Наблюдаются единообразие потомства. Так, но мы на основании вот этих вот приведенных, значит, генотипов, да, схем с крещением, мы делаем вывод. У нас требуется по условию задачи, какую часть будут составлять F2 уродливые карлики. Значит, по сути дела, мы, значит, у нас тут бы могло бы быть расщепление по фенотипу как 75-25, как 3 к 1. Ну, значит, у нас уродливые карлики будут составлять четвертую часть. Так и запишем F2, как бы вывод. Так, выводы. Пишутся, выводы всегда пишутся во множественном числе. И цифра цифрует вот так вот. И пишем. В F2. В F2 уродливые карлики. Уродливые карлики. Так. Нежизнеспособные. 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 Эмбрионы. Будут составлять. Правильно. Будут составлять. 25%. 25%. 25%. Понятно? Все, задача решена. Вот такое вот решение, ребята. Очень простое. Когда составляются схемы скрещивания при наследовании вот этих вот... при наследовании, значит, летальных генов, вот определяется вот такое вот расщепление по генотипу. Такое же будет, как обычно при скрещивании гетерозигот, при моногибридном скрещивании, да? По закону Менделя. А вот уже в фенотипе будем наблюдать единообразие. Но если мы будем рассматривать эмбрионы, так, эмбрионы, то мы можем наблюдать вот хенотип. То есть, развитие эмбрионов будет такое, что 3 эмбриона будут иметь... 75% эмбрионов будут иметь нормальное развитие, а 25% эмбрионов будут уродливые карлики. Или потом, в конце концов, эти эмбрионы погибают. Вот так вот решена задача. Понравилось? Ставьте лайки. Если вы интересуетесь задачами по генетике и по химии, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. До свидания.